Всем салют народ, с вами канал Хукалаев. Сегодня ко мне приехала до хрена вкусов ринга, именно новых вкусов и также несколько обновленных старых. Сейчас быстренько все это курим и рассказываем. Итак, поскольку чашки уже давно стоят и кажется мне, что они к хуям быстро все перегреются, поэтому мы моментально начинаем с первого вкуса, чтобы долго все не растягивать, потому что все это уже дымится. Итак, первый вкус у нас номер 01 это ананас. Некоторые вкусы уже были, но у них слегка изменена рецептура, поэтому о них я тоже расскажу. Сначала нанесем с ароматикой. Пахнет как по инстару у Дарксайда, ну что-то типа такого. Немножко химозно пахнет, но посмотрим, как это будет куриться. В принципе, надеюсь, что будет вкусно. Так. Вкус довольно-таки неплохой, только мне кажется, что это не совсем чистый ананас. Похоже на какой-то ананасовый ликер или что-то типа такого, какого-то алкогольного напитка, потому что я чувствую лично какие-то алкогольные нотки на послевкусе. Вкус довольно неплохой, немножко химозненький, но в принципе курить его довольно приятно, и ничего ужасного в нем в принципе нет. На истории компании, из чего сделан этот продукт, какие фасовки и все остальное, я об этом рассказывать не буду, на канале уже есть обзор. Я сейчас ставлю аннотацию и ссылочка вот в описании, там посмотрите, если вам будет интересно. Тем временем мы переходим ко второму вкусу. Так, баночки я буду выставлять вот сюда. Так, вот сюда аккуратненько подвинем. Так, второй вкус, который мне сейчас будет очень тяжело курить, потому что это у нас чистая мята. Вкус номер два. По ароматике она чем-то напоминает альфакер мяту, но при этом именно сама мята как-то больше в нос дает. И пахнет в принципе прикольно. И вкусно... Ой, блин, в глаз попало. Похоже на какой-то орбит или на мятную зубную пасту, что-то такое. Сейчас попробую. Ой, блядь, дай мне сил. Это ебейшая, ядреннейшая мята. В чистую курить тяжело, особенно на высокой температуре. Ой, блядь. Я хотя бы один уголь сниму, иначе откинусь нахуй. Но в принципе, если вы любите мяту так же, как я люблю ее, как и люблю ее я, то вам понравится. Она дает какой-то сладостью небольшой и похоже, как я уже сказал, наверное, на большую зубную пасту. Но в принципе, прикольная зачетная мята. Она однозначно попадает в мой личный топ. Добавляет ее 5-10% в чашку и будет заебись. Потому что в чистую курить это... О, это кошмар какой, да. При том, что чашка слегка перегрелась уже, и это... Это довольно мощно. Так что за этот вкус мы ставим плюсик и передвигаемся дальше. Следующий вкус у нас... Пахнет довольно приятно. Опять же, это похоже на какое-то варенье абрикосовое или сок. Ну, пахнет приятно. Сейчас посмотрим, как курица. После мяты вообще ничего не страшно гореть. Честно, вот... Это похоже на все, что угодно, но не на абрикос. В принципе, вкус приятный. И курица все довольно-таки мягенько и вкусно. Но лично я не чувствую абрикосов. Нет, на послевкусе есть слегка абрикос. Но вкус, в принципе, неплохой. Есть небольшой привкус абрикоса, но он не особо яркий. Но, в принципе, курица мягкая. И если какой-нибудь дополнительный оттенок вы в миксе хотите добавить, то абрикос подает. А мы переходим дальше. Мы переходим к четвертой чашке. Это у нас арбуз. Самый противоречивый, по моему мнению, вкус. Потому что арбуз у всех получается либо ацетоновый, либо никакой. И из банки пахнет лаком для ногтей. С привкусом арбуза. Но, надеюсь, что эта курица будет все помягче. На самом деле, я все это уже попробовал, поэтому я тут выебываюсь, типа я такой первый раз курю. А вот арбуз зачетный. Во время курения он не отдает никаким лаком для ногтей, никакой химии. Похож на какую-то жвачку с арбузом. Приятно, что они сделали такой ацетоновый, блядь, химозный арбуз. В принципе, такой мягенький и вполне себе достойный арбуз. За этот вкус я тоже поставлю плюсик. Ну, а мы переходим далее. Следующий вкус у нас... Блядь, ебануться он нахуй протек. Так, в этом вкусе у нас дохуя сироп. Это у нас слива. Вот этот вкус я не попробовал еще. И буду сейчас именно первый раз укрить. Из банки пахнет непонятно чем. Я как-то не особо помню, как пахнет слива. Но из банки непонятно. Сейчас попробуем, что у нас по вкусу. Так. Не сказал бы, что это похоже на сливу. Похоже на что-то сладкое и фруктовое. Но если бы я не знал, что это слива, я бы ее, наверное, не угадал. Довольно-таки странный вкус, но при этом, опять же, приятный. Я не понимаю, как ребята умудрились делать такие приятные вкусы. Но курица вполне приятна. Поэтому поставим им плюсик. Хоть это непонятно, что слива, но сам по себе вкус неплохой. Мы двигаемся далее. У нас остается всего три чашки. Так, следующий вкус у нас арахис. Из банки пахнет просто божественно. Это, знаете, такой, блядь, жареный-жареный арахис. Он очень-очень приятно пахнет. Пахнет просто охуительно из банки. И погнали сразу его курить. Блядь, это просто... Я не буду много про этот вкус говорить. Я скажу одно предложение, и вы все поймете. Это просто охуительный арахис. Все. Как бы я не любил подобные вкусы, типа ореховых, шоколадных, всякого такого, но, блядь, этот вкус просто шедевральный. Я даже не буду сейчас ставить чашку на стол. Я отдам чашку Сереге, чтобы он ее покрил. Забирайте чашечку, потому что я знаю, что тебе этот вкус понравится. Тем временем мы передвигаемся далее. У нас уже к хуям перегретые чашки в конце. Это у нас чернослив. В моем представлении чернослив должен быть похож чем-то на загул, или что-то такое, именно на нейроматизированный табак. Странно, похоже на... Блядь, у меня бабушка варенье делает, похоже на такое. Давайте сразу покурим, да что? Пахнет это, ладно, как пахнет это одно, как курица другое. Опять довольно непонятный вкус, потому что, блядь, в моем понимании, как я уже сказал, чернослив такой-то загнул и что-то типа такого. Здесь что-то более сладкое, более какое-то фруктовое. Вкус, мне кажется, не всем понравится, но, в принципе, если делать что-нибудь такое ягодное, допустим, не знаю, там, малину, чернику, добавить к нему чернослива и мятки, будет заебись. Ну, прикольно курица. Да, и, в принципе, все, блядь, вкус... Вкус неплохой, курица мягенькая, вкусненькая, вкус довольно насыщенный, приятный, блядь, я не знаю, что про него еще сказать. Чернослив заебись. В принципе, что-то многое разгугольствовать. И заключительная чашка у нас сегодня, это будет... Знаете, что? Это у нас кофе. Блядь, я ненавижу кофейные ароматы все, ненавижу курить кофе. Еще со времен Альфакера, когда я, блядь, забивал кофе с шоколадом, это, блядь, был какой-то выстер полный. И по мне пахнет он как Альфакер кофе, к моему большому сожалению. Если вы любите кофейный... Если вам нравится Альфакер кофе, то мне кажется, вам этот понравится вкус. Ааа, ненавижу кофе, блядь! Ты любишь кофе? Попробуй кофе. Я не могу сейчас оценивать данный вкус, потому что я терпеть не могу кофе. Это будет самая необъективная оценка. Поэтому я воспользуюсь специально обученным человеком, который любит всякие такие нестандартные вкусы. И сейчас он мне скажет, понравился ему данный вкус табака Оринга, либо нет. Короче, если вы любите такие кофейные вкусы, это однозначно для вас должен быть топчиком, потому что вкус довольно яркий. Очень яркий кофе. Блядь, но где-то я, блядь, нахуй сейчас зареву, потому что... Все, подведем итоги. Я ненавижу кофе, но вкус заебись, потому что, блядь, вкус на любителя. Фу, блядь, нет. Вкус заебись, но не для меня. Я верну свою мяту, пожалуйста, и расскажу о тех вкусах, которые я сегодня не забил, и расскажу почему. Данные вкусы я уже курил, мое мнение есть на канале. По ароматике эти вкусы не сильно изменились. Допустим, груша как пахла, как охуительный дюшест, так и пахнет. Изменилась немножко рецептура. Лично для меня пропал этот противный табачный привкус, который был в первой версии, которую я пробовал, и сейчас для меня ринго стал намного лучше, и лично для меня курица много приятнее. Теперь у меня нет такого небольшого отвращения из-за того, что был такой табачный привкус, и мне сейчас лично ринго устраивает фактически во всем. Это самая охуительная упаковка, самый законченный продукт, который я видел на рынке. Это вот такие охуительные стеклянные банки, которые очень удобны в работе. У них крышка открывается, как написано, с полоборота. Это вот буквально раз, и все повернул. Он охуительно смотрится на полке с табаками, блядь. Вот, ребят, кто производит табак, учитесь у о ринго. Это просто охуительная упаковка, и ребята очень интерактивно подошли к изготовлению упаковки и вообще к дизайну своей продукции. Это, блядь, зачет. Груша охуительная, как была раньше, так и сейчас. Сейчас она мне больше нравится, потому что нет табачного привкуса. Банан. Я ненавижу банановые все вкусы, поэтому я не буду о нем сильно говорить. Много. Банан, судя по отзывам гостей, всех ребят, что курили банан, банан заебись. Мне лично банан не нравится, это мое личное отвращение к банановым вкусам, поэтому я поставлю оценку плюс, только потому что ребятам всем понравилось. Яблоко. Так, это зеленое яблоко. Я положу шланг, потому что он мне мешает. Зеленое яблоко. Он мне безумно понравился в первый раз, когда я его курил, потому что это, блядь, очень вкусное яблоко. Оно похоже на яблочный сок. Довольно мягкое, но при этом очень яркое. Мне тоже вкус безумно понравился. И вот зеленое яблоко для меня в топчике. Это прям must-have табак. Фундук. С фундуком произошла такая неприятная ситуация, то что ребята закосячили партию фундука. Сам табак по себе очень-очень сухой, в нем фактически нет сиропа, и когда мы вчера забили, мы просто охренили. Нет, блядь, из банки пахнет охуительно. Если бы я был пелкой, я бы сожрал, наверное, это. Короче, из банки пахнет охуительно, а когда ты забиваешь этот табак, вот именно с этой партии, я не буду говорить о том, что именно вкус такой, но вот с этой партии сироп куда-то вделся, и, в общем, короче, блядь, когда ты забиваешь, там нет вкуса вообще никакого. Ты, блядь, куришь какое-то паленое дерево. Но вот по ароматике фундук просто охуительный. Мне очень интересно пробовать данный вкус уже с нормальным сиропом, чтобы он нормально укрился, потому что лично по мне, если судить по ароматике, то вкус довольно-таки офигительный получился. Далее у нас земляника. Мне в прошлый раз не понравилась земляника и черная смородина, потому что лично, ну, опять же, мои личные предпочтения, мне не нравятся такие вкусы. Приходили гости, украли ребята наши. Понравилась ребятам земляника и черная смородина. И именно сейчас, по-моему, земляника стала немного ярче. И вчера я ее укрил, и, в принципе, земляника мне понравилась. Не знаю, что именно изменилось по сравнению с первой версией, но земляника сейчас стала лично для меня намного приятнее. И мне вкус данный понравился. Черная смородина. Это, по-моему, самый плохой вкус был в прошлой партии лично для меня. Ну, и сейчас так же. Бледным глянам похоже на красную смородину от Дарксайда, что там этот вкус не нравится мне, что здесь, потому что я... Вот не нравится мне этот вкус. Вот не нравится. Вот Сереге нравится. Всем нравится, мне не нравится. Это черная смородина. Я не люблю черную смородину, но на этом все. Вкус заебись, но мне лично не нравится. В общем, я сейчас покрую мяту и выскажу свое окончательное мнение по поводу данного продукта и новых вкусов. Вот на двух углях мяты заебись. Даже в чистую. Ну, в общем, подведем итоги. Начну с упаковки. Как я уже сказал, упаковка охуительная. Другим производителям стоит поучиться у Оринга в подходе в плане упаковки, дизайна и всего остального. Это просто зачет. Это молодцы. Это самый офигительно оформленный продукт на данный момент на рынке. Я лично ничего подобного не встречал и мне безумно нравится. По вкусам. Большинство вкусов мне лично понравились. Табак не особо крепкий. Он чуть, ну, по мне, как на уровне новой нахуй. Курица приятна, вкуса яркий. Вкус содержит долго, на протяжении там 50, почти часа. Это отличный показатель. Работать с табаковым данным очень удобно. У него умеренная вымочка. Доставать табак из данной упаковки очень удобно. Все офигительно смотрится, красиво смотрится на полке. Удобно с ним работать. В этом плане никаких претензий нет. Косячный фундук. Извините, ребят, но вкус... То, что я курил, это был полный пиздец. Пахнет охуительно. Я хочу пробовать данный вкус именно уже в готовом нормальном продукте, чтобы я мог оценить его по достоинству. Изменилась рецептура. Я теперь лично не чувствую табачного привкуса. Именно поэтому мне табак сейчас, в данный момент, безумно нравится. И не подумайте, что я как-то предвзято отношусь к данному продукту. Но я ему поставлю 9 баллов из 10. Потому что лично для меня сейчас в нем фактически нет минусов. И в плане конкуренции с другими легкими табаками он чувствует себя довольно уверенно. И, короче, ребята молодцы. И поставлю я 9 баллов еще именно потому, что видно рост. По сравнению с тем, что я курил раньше и то, что я пробовал сейчас, ребята очень сильно потянули качество, очень сильно потянули ароматику. И теперь данный продукт для меня фактически идеальный. Так что всем однозначно советую его на пробу, покурить. Вкусы мне лично понравились. В общем, табак заебись. Все. Я все высказал. Ссылочка на производителя будет в описании. Ссылка на Nohulysmoke будет в описании. Все ссылки, вся информация подробная будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Все будет в описании, все внизу. С вами был канал Huka Life, табак Оринга, Nohulysmoke и Екатеринбург. Всем жаркой погоды. Заебись всего, всего, блять, заебись, нахуй заебись. В общем, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok